Наблюдая за поведением своей аудитории в комментариях и на ресурсах за пределами моего канала на ютюбе, я понял и увидел, что многие зрители не понимают посыл канала и последних затронутых тем. А некоторые индивиды полностью перевирают сказанное в разных недавних видео и трактуют тезисы, упомянутые в них неверно, вводя многих зрителей в заблуждение. Хауди, меня зовут Ральзей, и сегодня в видосе я буду не один. Будет мой товарищ, который приложил руку к созданию шести последних видосов на канале. Макс Индерхилл. Его вы также можете знать из видоса про Френзи. Это, кстати, ответ на вопрос, почему в последнее время много видосов выходит. Потому что херачу я теперь не один. С этим человеком мы подробно разберем, что советы гайдеров, которые рекомендуют носить не статик сеты во весь контент, будут неэффективны для средних игроков и новичков в нашей игре. На примере анализа топовых логов с сайта EssoLogs и тысячи часов теста этих гипотез. Сегодня мы с Максом расскажем и покажем наглядную разницу между реальной эффективностью статичных сетов и настакивающихся сетов, такие как Кенрас, Релик Андрес Никекеда и Дзогвин, которые рекомендуют подавляющая часть комьюнити для всех, даже для новичков. Сами же те люди, которые двигают эти сеты в массы, чаще всего имеют сбалансированную композицию рейда, где каждый человек знает, что от него требуется, и они работают как единый механизм. Наглядный пример, в момент постановки тех же мировых рекордов, случайно у кого-то не откажет Клава, он не сдохнет на очевидной механике, соответственно другие ДДшки не будут озабочены тем, чтобы его резать в случае смерти, и тем самым ухудшая оптами своих настакивающихся сетов, таких как Кенрас, Релик Дзогвин и тому подобные. В реальном контенте это же сплошь и рядом. И как раз таки на эту тему сегодня с вами мы и пообщаемся. Скумный кот передает словам Максу. Всем здорова. Был у нас видос, называется «Критическая ошибка в ДД билдах». Я увидел большое непонимание основной риторики, которая этим видосом и доносилась. В ней, если тезисно, мы рекомендовали не носить поддерживающие и настакивающие сеты во весь контент, такие как Релик Дзогвин, Адвансин Юкида и Кенрас. Так как в некоторых ситуациях аптайм этих сетов будет ужасен, и уместнее тут будет надеть сеты с плоскими бонусами, которые либо требуют минимум усилий для раскрытия, такие как Коралл, например, или Басей, либо вообще не требуют ничего, как Виш Софидиан или ПФГ, Левиафан тот же самый, Мазер Сороу или Медуза. Соответственно, приступим к комментариям, который, собственно, и стал одним из катализаторов дополнительного выпуска видео. Собственно, озвучиваю ответ. Ягр пишет. Где тут оплот еретиков, кто распространяет такие идеи? Есть сингл-таргет сборки, есть ТОЕ сборки, есть что-то среднее, есть трэш сборки. От этого и пляшем. При выборе в манекенной сборке вы или меняете один настакиваемый сет на другой, недостаток опыта игрока для работы с этими сборками говорит лишь о том, что нужно больше практиковаться, а не успокаивать себя тем, что манекенные сборки только для манекенов. Собственно, накатал я большую простыню текста, которую, собственно, вам и озвучиваю для того, чтобы дать больше ясности касаемо этого момента. Я ему отвечаю, что тезиса такого видоса не было, что манекенные сборки только для манекенов. Я говорил как раз таки, что речь идет только про универсальность этих сетов. Важно понимать, что та аудитория, которая у нас присутствует здесь, это основная целевая аудитория, это средние игроки, новички, то есть казуальные игроки в том числе, которым нужен сетап, закрывающий весь контент, а не узкоспециализированные сеты, для которых там надо устанавливать аддоны, чтобы их оптаймить, потом анализировать, кумбат метрикс, смотреть на оптайм и вся такая прочая лабуда. Надеялся это, и чтобы они работали. Все, максимальная подпивастная опция. Не заморачиваемся и спокойно играем. Вот. А критикую я конкретно то, что сетапы на статик бои, то есть для определенных ситуаций, гайдов других авторов, и в комьюнити, они вот массово рекомендуются вообще всеми, и для каждой ситуации. Там средний игрок, новичок, не имеет никакого значения. Только, грубо говоря, этот средний игрок или же новичок, собравший эти сетапы, будет таскать этот условный релик плюс адвентиный укид в весь контент, и это не будет универсальным решением. В том же, например, Хэмми, Касл Торн, эти сеты просто в тыкву превращаются. Важно понять, что когда мы делаем свой первый сетап, мы хотим, чтобы нам не надо было постоянно его менять, чтобы у нас не болела голова, вот тут на этого босса надо переставить вот этот сетап, а тут скомбинировать с другим. Мы хотим выбить сетап, чтобы он работал, чтобы мы могли ходить в нем во весь контент. Это как актуально и для новичка, и для среднего игрока, и для всех, собственно, остальных. Новичок же, например, или средний игрок, который не понимает, для чего конкретно заточены эти сеты, будет в тупую копировать эти сборки, имея нулевой аптайм на том же релике или кинрасе. И он может их таскать в динамичные бои, как раз на Хэм, Касл Торна. На день он, грубо говоря, тот же самый Коралл или Басей, статичный сет, там, плюс Медузу, Мазер Сороу, Левиафан, плюс Мора Висперс, например, он покажет результат в 99% лучше всегда, чем если у него будет сетап на статик бои, которые подходят в триалах а-ля ВСС или ВК, ну или на боссов, которые просто стоят на месте и говорят «Лупи меня, дорогой, я весь твой» или что-то в этом роде. Критика направлена на то, что узкоспециализированные сетапы конкретно под одну ситуацию рекомендуют всем массово под каждый контент. Это то же самое, что топщики бы, например, записывали, как они берстят, вот как у Ambition Place у нас видос был, как они берстят боссов, и это всем бы новичкам рекомендалось. О, смотрите, он же убирает же быстро, быстро умирает, ну все, значит рекомендуем. Но нет же, это так же абсурдно. Берст сборки под конкретную ситуацию, когда надо взорвать, соответственно, сборки под соло-таргет, когда босс стоит на месте. Это я, возможно, какую-то, не знаю, крамольную вещь говорю, но мне кажется, это очевидно. Соответственно, и надо рекомендовать сеты, которые на соло-таргет, на соло-таргетных боссов, которые сидят и не двигаются, либо двигаются по минимуму. И вот, соответственно, если мы берем аналог, касаемый о бёрст-сетапов, вот, грубо говоря, новичку сказали, там, собери Балорга, Архитектор, там, Акьюити, и все, и будьте счастье. И вот они скидывали бы все свои кнопки, а потом сосали бы Биву, потому что урона не было бы. И, грубо говоря, когда он с рандомами регнул шесть ключей каких-нибудь, то он скинет свои кнопки, а потом будет сидеть без дамага, потому что три остальные тела не дамажит. То есть это сеты, которые рекомендуется массово, как Арелик, Адвансийный Кида, Кенрас тот же самый. Они направлены на конкретную ситуацию. И очень важно, в видосе не было сказано, что эти сеты плохие. Сказано, что они не универсальны и не подходят на каждый контент. Те же статичные сеты, которые я уже ранее упоминал, Левиафан, Мазра Сороу, Медуза, Коралл, Басей, они работают в 100% случаев. А для игрока среднего будут предпочтительнее всегда. И с этими сетапами он закроет контент в разы быстрее, чем если будет пытаться как-то что-то изобретать, ставить Кенрас, а потом страдать тем, что у него аптайм на бэк-панели и вообще в целом на протяжении всего боя 30%, а потом будет говорить, что я не дамажу? Вот я помню, как-то в Дискорд заходил, читал про обсуждения в контексте ДД. И помню, там в Дисе ребята тралили Гриффон Харта. И там были обсуждения по типу, а вот я вот сейчас Кенрас на ВСР плюс 3 гоняю, когда Гриффон Харта закрывали, если что, это 3 эффекта, 3 ачивка, то есть хэм, спидран и не умирай. И вот он говорит, у меня что-то Кенрас не работает, пацанва, а на что его можно поменять? Это мне и дало понимание, что если типы, которые уже дошли до того, что Гриффон Харта трают, мы, я не знаю, 90% этих людей, я, наверное, в том числе, так как мне не особо интересен реальный контент в 12 людей в частности, мы никогда не дойдем до этого контента. То есть, соответственно, люди, которые уже должные кондиции обрели, они страдают такими проблемами. А я вот так думаю, а средние игроки или новички, они там вообще за голову будут хвататься. У них эти сетапы просто не будут работать, они не смогут их реализовать. И, грубо говоря, я тот же самый еретик, который вот топит за универсальный сет. А те же сеты на статичные бои, по типу Релик, Ау, Кенраса, меняют только на драконах в СС и ВК, ну и там в подобных данджах или триалах, где существуют статичные бои. Во всех остальных случаях Басея или Медуза великолепно помогают с контентом справляться. То есть, основной тезис, что трэш-сборки, сборки соло-цель, они неплохие, они ситуативны. В видосе же мы топим больше за то, чтобы сетап работал в каждой ситуации. Тем самым, неопытные ребята смогут свой дамаг просто на всего легче реализовать. Киберкатлетам и людям, закрывающим трефекты триалов, этот видос вообще не поможет. Они и так этот момент великолепно понимают. Вот есть товарищ тоже, Донни Дарко, пишет. А то есть, настакиваемые сеты типа Релик и Кенрас, это кукольные сеты, а вот Проковый Вересковый Сердца не от Брайера Хартович. Релик плох только дамагом в соло-цель, а в основном ограничений по его использованию нет, сообщает он. Он везде приносит пользу. Я думал, речь будет идти о каком-нибудь киллте или подобном, что теряет бонусы при получении урона. А тут просто наезды на настакиваемые сеты, которые по факту применимы в 90% контента. По скриптам, рекламировать вечно мешающегося Дейдрота это вообще предательство. Мы в том видосе как раз таки говорили, что Мауф Инфернелл это универсальный монстр сет, который будет работать во всех ситуациях. Вот, что касаемо Брайер Харта. Брайер Харта это хорошая опция для новичков, которые не умеют жить. А что касаемо Проковости Брайер Харта, могу сказать, что он очень похож на сет, который по логике весьма идентично работает, только Брайер Харта он еще и лечит. Сам же этот сет называется БСВ, то есть Берниг Спелл Виф на православном плетении огненных чаров. Он тоже Проковый, но его Прок очень легко вызвать и в нужный момент, когда потребуется, он будет на тебе висеть. Там окно вроде как кажется большое, там не работает, но когда надо, он всегда будет висеть, не переживай. Это нормальный сет, который тебе ничего не надо делать для того, чтобы его вызвать. Просто нажимай кнопочки, крути ротацию и все будет великолепно. А вот что насчет риторики товарища Дони Дарка, что релик плов тем, что работает только в соло цель. Вот, в динамичных боях, где босс бегает из стороны в сторону, твои стаки релика чаще всего просто превратятся в тыквы. Выформи релик, скинь свой лог VCR плюс 3 и с аптаймом релика. Еще потом залей на SLOG и покажи, с каким процентом аптайма будет твой релик поддерживаться. И вот мы посмотрим, как он работает 90% контента. Или ладно, тоже вот берем более приземленный пример, так как VCR плюс 3 не каждому может себе позволить. А вот пойти, например, в Хэм Кассел Торна, замок шипов, где там надо бегать, прыгать постоянно, там таргет постоянно менять. Вот, тоже, например, запиши лог, закрепи к нам в комментариях, может, Дискорд нам сделают, мы всем покажем. Если ты там сможешь выдать аптайм выше 75% релика, я скажу, все, я не разбираюсь в этой игре, все, я был неправ, вопросов нет. Возьми лог, прикрепи и поясни мне, где конкретно вот релик работает. Если ты сможешь должный аптайм в том же самом Хэм Кассел Торна, это 4 people content, это достаточно легкая тема, ну, с Хэмом ясное дело, без Хэма не надо. И вот, если ты это сделаешь, вопросов нет. Я скажу, что я не прав, и полностью твою правоту я приму, вопросов нет. Вот, что касаемо, например, VCR плюс 3, мы о нем уже упоминали. Тут мы прикрепим ссылочку, и будет у нас еще на футажек. Вот, собственно, смотрим логи портальщиков и тех людей, которые были на криперах. То есть, не смотрим на тех, кто парсил Змаджу, они там как раз-таки, у них задача просто парсить Змаджу. Это первые 5 людей, у которых по даже дамагу в секунду очень сильно различаются их роли. Мы конкретно смотрим на тех, кто отвечал за криперов и за то, чтобы убивать арбы, и смотрим на портальщика, так как это как раз-таки наглядный пример динамичного боя в этой игре. Вот, собственно, и мы смотрим, так как там есть Кенрасы, в частности, не Кенрасы, а Дзогвина. Вот, смотрим, собственно, что саптаймом Минорфорса. Это, собственно, то, зачем Дзогвин и носит. Это как раз-таки поддерживающий и настакиваемый сет, который мы очень сильно ругаем и не рекомендуем к использованию в большинстве контента. Вот, это к сведению, это самый топовый лог ВСР плюс 3. То есть, это на первой странице. То есть, люди, которые там играют, они вообще киберкатлеты. У них, когда они закрывают контент, у них вся жизнь подчинена на то, что сейчас они будут закрывать контент. Их ничего не будет отвлекать. Мышка там не будет отрубаться, домашние не будут дергать. То есть, они максимально умеют играть в эту игру великолепно. И, собственно, если у них даже есть проблемы, как мы покажем сейчас в футажах, то у среднестатистического игрока аптайм поддерживаемых и настакиваемых сетов будет в разы хуже. Собственно, я думаю, вывод тут можешь сам сделать. Вот, собственно, такая же пляска и ВС плюс 2. Также на первой странице сологов, то есть, там убер-котлеты играют прям максимально кибер-котлетные ребята, которые в этой игре ну явно что-то понимают. Вот, мы тоже тут смотрим. Тут тоже явно есть проблемы с аптаймом, как, собственно, и показывают сейчас на футажах. Поддерживающие и настакиваемые сеты применимы в 90% контента. Только, если ты наденешь условную Медузу плюс Бассейн плюс Мора Виспер шопот Моры, ты получишь результат в 99% случаев лучше и сэкономишь нервы, которые у тебя уйдут на то, что ты переживаешь, что аптайм твоих сетов просто на все простаивает. По скриптам. Насчет релика. В большинстве своем твое время прохождения данжа занимает волны трэш-паков. Не у всех людей есть смена культуры, сетапа через тот же самый Дрессинг-рум, Альфа-гир, Визерд Вардроп. Вот, если ты, грубо говоря, нацепишь какой-нибудь условный статичный сет типа Медуза плюс Матер Сору, ты закроешь этот данж в разы быстрее. Соответственно, релик плюс Скин Раз вижу уместным использовать в триалах по типу ВСС и ВК, ну и тому подобных, где боссы по минимуму двигаются. Ну, то есть, получается, что идеальные условия для поддержания тиксетов существуют только в максимально оптимизированных рейд-композициях, где каждый игрок синергирует с другими и не ошибается. А когда ты играешь с рандомами и две трети времени они лежат и их нужно резать, тут получается, что грош цена таким сетам и толку от них гораздо меньше. Да, Рау, все правильно. Вот как раз-таки для вас и для зрителей я вот сейчас хочу пример привести. Вот годика два назад мы вот залетно с гильдией Романгера решили ХМВХРЦ закрыть. Просто собраться, мы раньше друг с другом вообще не играли. Рома, к слову, очень уважаемый мной человек, я рекомендую его к просмотру. Заглядывайте к нему на стримы, привет от меня передавайте. Этот человек, чьи компетенции в этой игре, я не сомневаюсь и могу его с уверенностью вам рекомендовать. Анотации на его видос с анализом сетов патча 35 сейчас вылетят наверху. Ну так вот, там все были залетные. Мы раньше вообще с друг другом не играли. И в одной пачке вообще толком не состояли никогда. В соответственности, у нас никак не может быть никакой сыгранности. Ну и на ласте, ясное дело, где требуется выполнять механики, там была веселая такая карусель, что 80% боя мой геймплей составлял зажатую кнопку F с рейсом товарищей, которые лежат, так как там постоянно кто-то дох. То есть у меня вообще не было времени крутить ротацию, я просто рейсов у людей. Я не говорю сейчас, что Румы, ну были еще что-то такое, мы просто раньше с друг другом не играли. Ну и обсирали, соответственно, выполнение механики. Это нормальная тема, мы не были сыграны. То есть это норм, как раз сценарий самый обыденный, в который может попасть каждый из нас. Он дошел к людям, с которым никогда не играл, не сыграны, механики нормально никто не может выполнить, потому что общей сыгранности нет. Ну и соответственно есть обсерты. Это я к тому, что сеты, Инраз, Догвин, вот в таких сценариях, как я описал, просто не работают эти сетапы. А в таких сценариях, как я и сказал ранее, большинство из нас играет, у нас просто нет своей ассимизированной пачки, где все работает как единый механизм. Мы играем с ребятами, которые не всегда могут на правильной кнопке нажимать, елый палый. Мы тоже там можем прослакать ротацию, то из-за пинга, то от отвлеченности, то от лагов или прочих моментов. И именно для реалистичного сценария боя и нужны сеты, которые легко реализовывают, Мазер Сороу, Коралл, Басей, Перфект Фолт Гад, Миш Сотиди, НБСВ, Пилар Фнир, тот же самый Брайр Харт. Последний, собственно, я не рекомендую опытным игрокам, но очень рекомендую новичкам, так как он решит проблемы с выживаемостью. А чепуху по типу Кенраса, Дзогвина, Адвентин Викида, Серория и Релика оставьте под топовые рейд-композиции, в которых эти сеты правильно реализовываются. То есть, что в итоге мы с Максом наблюдаем? Потому что они имеют сбалансированную пачку. У них есть карт-бланш на реализацию этих сетов. Аптайм этих сетов будет постоянно хорош, только благодаря тому, что весь рейд работает как единый механизм. Да, а для 90% людей эти сетапы просто навсего будут являться мусором, потому что они не будут аптаймиться в должной степени просто навсего из-за человеческого фактора, банально. Вот смотрели эсологии топовые, взяли вот то же самое вот Висяр плюс 3 и ВАЭС плюс 2, как за эталон боя, где как раз динамичные бои. Босс постоянно уходит с поля боя, у них есть стадия, когда вообще нельзя дамажить. Ну и собственно нужно менять постоянно таргеты и отвлекаться таргета на таргет. И там как раз топчики гоняют в дзогвине. Потом мы заходим на эсологии, сейчас собственно футажик вы там будете видеть, Раусу собственно потом еще тоже прокомментируют. Смотрим на аптайм минор форса, собственно то, зачем дзогвины носят. В бафах у тех, кто стоял на криперах и у портальщиков. То есть не у тех, кто тупо парсил с маджу, как я раньше говорил, а бегал и делал механики. Вот я говорю, у аптаймов, даже у топовых игроков, как я и раньше говорил, минор форс колеблется в районе 50-60%. Выходит, что 50-40% сет, который мы выформили, он не работает просто на все. Вопрос, а если даже топчики, которые попали на первую страницу эсологов, не реализовывают максимальный потенциал настакивающих сетов, то зачем вообще, как язык, поворачивается в сторону рекомендаций этих сетапов для средних игроков. И уж тем более для новичков. Это добавим к тому, что самый первый мировой рекорд в РГ, когда я с ним ознакомливался, он закрывался как раз в ДДшных сетапах. Басей плюс Медуза, это как раз те сеты, которые очень легко реализовать. Нужны профы? Хорошо. Давайте откроем топовые логи, которые есть на эсологах 20 июля 2022 года. Начнем мы с VCR плюс 3. Откроем раздел в Самаре, ищем того, кто закрывал порталы. Потому что это будет, как говорил Макс, наглядная демонстрация динамичного боя, в котором вы не можете челово крутить свою ротацию в босса, в данном случае в Зимаджу. То есть, те, кто парсил Зимаджу, нам не интересны, потому что у них карт-бланш на реализацию настакиваемых сетов, и они могут спокойно крутить свою ротацию, бегая только за Зимаджей. Так, вот наш портальщик. Смотрим на его сеты. Тут у нас Карал и Дзогвин. Хорошо. Теперь посмотрим оптайм того самого Дзогвина. Ищем через контр-левь, минер форс, также известен, как он, малая сила. И тут у нас оптайм 48%. Оптайм в говне. Считаем, что его нет. Если бы этот товарищ использовал Медузу, то его оптайм спокойно мог бы достигать отметки около 80%. Идем дальше. В этот раз у нас на очереди топовый лог с ВС плюс 2. Выбираем, скажем так, самого дамажного. Смотрим его сеты. Снова тут у нас этот Дзогвин. Проверим оптайм Дзогвина. Переходим в раздел бафы, ищем минор форс. Тут их почему-то два, хрен знает, с чем это связано. Но в обоих показателях сет не работает одну-вторую сего боя. А если бы на месте Дзогвина была бы Медуза, то оптайм минор форса был бы гораздо больше. А теперь давайте взглянем на топовые логи, в которых оптайм на стайкиваемых сетов находится на достойном уровне. Возьмем, как пример, ВМОЛ, Ракхат на Хээме. Выбираем самого дамажного ДД из этой пачки. Глянем на его сеты. Реликвен и Кенрас. Посмотрим на эффективность реликвена. Открываем вкладку нанесенный урон. Ищем армсов реликвен. Вот тут оптайм релика 94,5%. Прекрасный результат. Да, жесткий. А благодаря такому прекрасному оптайму и общий урон от реликвена охренительный почти 9000 урона в секунду. А теперь посмотрим на оптайм Кенраса. Открываем вкладку бафы, ищем пункт мажор берсерк, оптайм 67,5%. Ну такое. Странно, что этот чел выбрал реликвен, когда тот же самый коралл, новый сет, в общем, по итогам тестов показывает результаты на пару процентов лучше, да и к тому же он еще и ауешит, в отличие от реликвена. Вот, как раз таки это говорил как раз таки Инквизитор Мордор. Сейчас мы выписку с Дискорда вам прикрепим. Раз, вот, пожалуйста, читайте. Инквизитор Мордор это наш товарищ, который очень сильный парсер, очень сильный игрок, в том числе и работает с нефосами, с забугорными, в общем, киберкотлетами. В общем, в игре этот товарищ явно что-то понимает, и его в таких вопросах точно можно слушать. В одно время ему вообще принадлежали самые топовые парсы, топ-1, топ-2 парсы вообще на европейском сервере вообще в игре. То есть, товарищи явно понимают, как эта игра работает. Я думаю, к нему можно прислушаться. Хорошо. Далее посмотрим топовые логи ВК. На Лорд Вольграуна на Хэме. Выбираем самого дамажного. Почти 143 тысячи дипса. Просто машина. Глянем на его сеты. Кораллы Кенрас. Открываем бафы и ищем Мажор Берсерк. Аптем почти 79%. Отличный результат. Далее передаю слова Максу. Можно также начать гнать на нас шарманку. Дескать, так ты же топишь за сеты без условий. А на кой хер ты тогда басей рекомендуешь с кораллом? А дело в том, что басей и тот же самый коралл, даже если в тебя льют тонны со стейна вагонами и мана вообще не заканчивается, это все равно отличный сет. На примере мана НБшки я вот приведу в пример. Что, я сначала спрашиваю в рейд для того, чтобы реализовать басей, собственно, грамм. Если у нас в рейде носители Stone Talker, Symfony, Ирку, Гамзе. Эти сеты как раз заливают состейн в конских масштабах. Если мне их линкуют, я начинаю ставить какие-то дорогие обилки. Обычно я играю под пивасные, я играю с двумя нерлайтами на панели, потому что я не пью банки, я под пивасные игрок. Вот. Если я вижу, что люди эти сеты носят, я, например, заменяю нерлайт на второй панели, на бэк-панели, я заменяю его даркшейдом. Соответственно, мой состейн уже гораздо хуже будет и тяжелее будет восстанавливать ресурсы. Вот. И именно, на примере Найтблэда как раз у даркшейда в таком сетапе у нас мана достаточно быстро уходит. Если я вижу, что маны все равно льется много и у меня на 70-80% отметка замирает, то я начинаю переставать вплетать в ротацию сифон. Сифон это сайфонинг атакс, это сет НБшки, который как раз-таки отвечает за состейн. Скилл. Да-да-да-да-да, скилл, который отвечает за состейн. То есть, в случае, если состейн дохрена, я просто вот перестаю жать вот эту способность. Потом смотрю, если все равно мана держится ну 60-70, то я просто перестаю с инергией жать. Ну зачем? Пускай другие какие-нибудь нажмут. Сейчас, конечно, со следующего патча, когда Сорочка будет кидать Атронаха, мы его в локальном меме называем Вован. В общем, если перестают кидать Вована, там как раз и Мажор Берсура сгоняет на 10%, на шестерых людей он будет работать. Раньше он работал на одного человека. То тут уже, конечно, надо, если вдруг кидают, обязательно брать и активировать синергию. Но сейчас пока на данный момент на лайве такой опции нет, поэтому можно как вариант вообще не жать синергии, если тяжело как-либо обтаймить тот же самый бассейн. Ну или же коралл. Вот и все. Тут не надо быть умным человеком, чтобы это провернуть. Достаточно просто чуть-чуть включить голову и адаптироваться по ситуации. К тому же еще важно упомянуть, что все наши сетапы и рекомендации направлены, как я ранее уже говорил несколько раз, на средних игроков и новичков. Именно поэтому я рекомендую сеты ПФГ, Виш Сатидин, Мазер Сору, Левиафан, Бейсвей, Брэр Харт. Они закроют все потребности такого типа игроков. К тому же рекомендации направлены на пак группы в Триале. То есть, грубо говоря, чистый рандом. Вы с людьми вообще можете никогда больше не встретиться. Первый раз играете, первый раз больше никогда не встретиться. И в большей степени на 4 people content, так как там вас не будут заливать кучу всяких бафов, синергии вам никто не будет кидать. Ну, то есть, типичный рандом. Ни синергии, ничего не будет, никто и хильд адекватно не будет. И уже плясать нужно не из того, что будет эффективно дамажить, а в чем конкретно ты сможешь эффективно дамажить при условии, что тебя не обмазывают со всех сторон. Есть риторика, что, дескать, эти сеты не дамажные. Тут я вспоминаю бешеные сологи какие-то, еще когда бассея не было в игре, где люди в ПФГ выдавали 90к плюс вот как раз таки до вода бассея. Это при том, что ПФГ в разы универсальнее бассея, и надевать его в 100% случаев не будет являться ошибкой. Исключением являются только Скор Пуши и Префекты Дилсей Триалов, потому что там уже все работает как часы и нужно просто немного подкрутить дамага. Но я более чем уверен, что большинство из нас даже ни разу никогда там не побывает, потому что вся наша ПВЕ-активность ограничивается хэмами Дилсей Данджей с краплением Трефект туда же и под настроение поход в нон-хэм Дилсей Триалов за теми же самыми метовыми сетами перфектными типа Коралла или Бассея. А там как раз таки с рандомными пачками это все и происходит, которые лажили прибольшущий прибор на оптимизацию и как раз таки надевать эти сеты уже не будет являться ошибкой. Прежде чем эти тезисы вам здесь рассказывать, я на стриме у уважаемого мной Константина Варлава, кстати, очень тоже рекомендую его контент, сейчас вот тоже прикреплю его видос, его компетентность я тоже ни капли не сомневаюсь, он очень сильный игрок и вот как раз таки в видосе, который мы сейчас прикрепим, ссылочка, аннотация вывелись сверху, он разбирает тщательно нововведение с патча на ПТСе, ну, 35-й в общем, где как раз таки шум игроков поднялся и где есть так же видосы на нашем канале. Вот, для ознакомления с альтернативным мнением заходите к нему и так же от нас и привет передавайте, вот его я тоже очень советую, замечательный товарищ. И вот я как-то на стрим к нему захожу, у меня уже была гипотеза, которую я выявил, она работает, мне просто было интересно, а что Константин говорит, потому что уважаемый мой человек, ну, поинтересуюсь и посоветовался, дескать, что думаешь, если вот среднему игроку, который играет стенд рандомами, просто на все статичные сеты нацепить, по типу Бассея, Кораллы, Медуза, ну, Коралла, конечно, не было еще, это, ну, годик назад где-то было. Вот, Медуза, Мазер Сорова, Левиафан по ФГ, ну, вот как раз, которые не нужно как-то поддерживать, которые будут работать всегда и безусловий, другого говоря. Вот, и сопроводив эту риторику, что как раз из-за того, что мы играем в игру, где неожиданно люди могут ошибаться, и чтобы наши сеты в этот момент не простаивали, видишь во Фреде из-за пинга, пролага, или потому что домашний тебя отвлекли, или где-то ты слатнул в ротацию. К этому можно добавить в пример ситуации, где 80% твоего геймплея это как раз резание товарищей. Ну, так вот, Константин Варлав дал добро, все, говорит, хорошо, можно делать, говорит, я тоже так думаю. Вот, и что самое оптимальное, как раз таки, вот, в таком как раз и ходить. Да и чего греха таить, я у него когда на стриме сидел, смотрел, как они Immortal Redeemer закрывали, этот рефект о самом Санкториуме, то есть, ХМ, Спидран, не умирайка. И у него сетап как раз таки был. Медуза плюс Бассей, он со своей оптимизированной пачкой на Маннбэшке тоже все это закрывал и великолепно себя чувствовал, в ус не дул. Ну, как я и ранее говорил еще, первый мировой рекорд в РГ вот так же был поставлен в Бассей и Медузе. Тот человек, у чьей геймплей я смотрел в этот момент, даже он писал в описании, что, говорит, даже я сеты на трэшпаке не менял, потому что и так все отлично работает. И теперь вопрос, если в таких сетапах условия, которых легко выполнить, или они вовсе отсутствуют, люди закрывают мировые рекорды и чувствуют себя хорошо, то на кой хрен вообще надо советовать нишевые сеты, у которых будет тратать оттайна 90% времени? Тот же Skinny Chicks, также уважаемый мной человек, собственно, это он меня по большому счету научил играть в эту игру, в 4 People Content его тоже гоняет в Perfect Falls Guide в том же самом, и в момент просмотра стримов очень хорошие цифры выбивал в Ходре. Вот я, собственно, вам креплю скриншот. Я, конечно, игрок не топовый, вообще я криворукий, и особо ничем примечательным не могу в этой игре похвастаться. Я гоняю в те же самые BLT Trials Non-HM просто за счет того, чтобы перфектные шмотки выбить, и вот люблю, грубо говоря, босса повзрывать в сетапах. Из того, что я закрыл там, ну уж, ХМ и Данжей мы не будем брать, это достаточно легко, из того, что, ну, плюс-минс хотя бы считается более-менее, что человек там умеет жать кнопки, ну, закрывал я Хэммстон Гардена и Black Rose Арену ветеранскую, ясно дело. И вот, ну, вот как вариант, чтобы было понимание, что я вообще не топовый игрок, чтобы было понимание, кого услышать, в общем. Вот, собственно, у меня вот на этом скриншоте, сейчас Рау тоже выведет, у меня здесь вообще сетап Боссей плюс Медуза плюс Колечко Бледного Ордена. Этот мифик на минуточку вообще дамага не льет, но это как раз-таки тут важно вот просто в голову включать. Если пока я могу жить, значит, я могу дамажить, а если я буду мертв, то я дамажить буду 0 дипса в секунду. Соответственно, используя эту риторику, я как раз-таки и носил Колечко Пейл Ордена. Но там, конечно, еще и была другая причина, потому что у меня как минимум Фрэнди Билл был, но это я впоследствии тоже сейчас расскажу. Соответственно, в ситуации, где меня никто не может вылечить, то, соответственно, я должен лечить сам себя. И тут как раз показательно, как мой подпивасный сетап, это как раз-таки Басей, Медуза и Пейл Ордер Колечко, который хилит тебя. И вот, и он реализовывается при очень средненькой оптимизации группы на первом боссе Вайс Ричи. На танке у нас тут Энкратис, Ёлка, Пауэрфол Асалт, на Орале у нас Мастер Архитект, Балорг и Кенрас. Вот, Кенрас у него на двух панелях для того, чтобы он лучше оптаймил, так как если ты играешь с Кенрасом, ну на бэк панели ясно делаю у тебя даже на кукле оптайм будет составлять 80-85%, то соответственно в реальном бою там еще и похуже могут циферки. Я конечно это вообще не одобряю это решение, я бы все-таки попробовал как-то руки выкрутить и сообразить Мэл Шторм Палку на задней панели. Ну ладно, в общем, имеем, что имеем. Так, ну и на Лайн Тресе у третьего ДД в пачке на этом скриншоте у нас Шторм Фист, Инфинабл Мэйдж ради именно Руль Неравилити и Анданот Инфильтратор. То есть, в общем, урон Хавиатачника. Это, кстати, вопрос о том, что Хавиатак билды не играют, они не дамажат и прочая такая вонь в адрес таких билдов. Как видите, даже при небольшой простецкой оптимизации группы даже Хавиатачника можно довольно неплохо разогнать. Тут сразу хочу оговориться, что тут, конечно, 300к группового, но это вообще не показатель. Первое, потому что босс входит в анрейдж и по нему Х2 дамаг входит, соответственно, нюкается он в разы быстрее. Именно поэтому мы поставили на Рала не наш обычный православный сетап в ПФГ, там, Медуза и что-нибудь на голову, там, в зависимости от того, что нужно. Вот, у Рала тут нюкает сетап, как я и говорил, мастер-архитект для разгона группы, Балорг для Берс подтанцевала и Кенрас на двух панелях для собственного урона, плюс аптайм Минор Берсы для нас, которые в адекватных ситуациях мы вообще не носим никогда вот такие сценарии. Никогда не носим такие сетапы. Но именно в этом сценарии, где каждый работает как механизм, это дает свои результаты. Поэтому с этого скриншота по-хорошему, по-чесноку, надо бы столько ДПС где-то снять, так как тут боссы энрейдж и весьма кукольные условия. То есть, как раз-таки неуверсальные сеты здесь могут показать себя отлично. Плюс еще добавим, что тут был Фрэнди, это вампирский скил, который жрет твое хп, а взамен наваливает кучу ВПД и СПД, он уже занерфлен. Так что, если мы берем ситуации на нынешний патч, если мы убираем механику энрейджа, то тут где-то 200к группового. Но это все еще неплохой результат для подпивасной группы, которая немного постаралась в оптимизацию. То есть, из этого скрина понятно, что мы больше по 4 people content и любим просто повзрывать басов. Потому что время тратится на то, чтобы найти 10 заинтересованных тел в рейдах, и чтобы они нас еще как люди устраивали. Ой, ну не слишком-то хочется, родные, ей-богу. К тому же и добавляем обязательные явки на рейд, как на работу. Ей-богу, ну у меня дела есть и в реальной жизни. Мне не особо улыбается перспектива, в общем. Ходить там, я не знаю, в 8 утра, ой, в 8 часов вечера, там, я не знаю, по средам, там, вторникам, пятницам ходить на рейд. Ну, такое. Вообще не по мне история. Собственно, такая перспектива игры, я уверен, тоже многим из вас не улыбается. Поэтому именно билды, о которых мы вам на канале Каджитрал и рассказываем, направлены как раз на средних игроков, которые не находятся в оптимизированном топовом статике, а которые видят и становятся свидетелями, что не всегда ситуации будут идеальными. Что 80-90% времени твоя группа будет просто лежать. Так, не будет танчить, хил не будет хилить, и тут как раз-таки те сетапы, которые мы рекомендуем, будут работать как швейцарские часы, то есть безотказно. Потому что в этой ситуации идеальные условия существуют только в оптимизированных группах. Тем, кто такой привилегии не обладает, нужно адаптироваться под текущие реалии сценария боя, которые зачастую подразумевают, что настакивающиеся сеты и поддерживающие сеты по типу Релико, Адвантильные Киды, Дзогвина и Кенраса просто не будут должным образом работать. Я считаю нужным этот тезис по несколько раз проговаривать, потому что я вижу в комментариях, что люди искажают сказанное. Поэтому, если вдруг я повторяюсь, не обессудьте, это очень важно для облегчения восприятия, для того, чтобы точно все поняли. К тому же, вот, есть определенная категория граждан, добавляем сюда луковство прямой тех людей, которые универсальны с этой хейт. Я сейчас не буду говорить о каком конкретно человеке речь, я думаю, дорогой, тебе скинут на видос, смотри, там, я не знаю, с кумной котяра очередную хрень высрал, давай посмотрим, да, поржем с него, вот, в общем, приведу в пример, да. Я думаю, тот, кому адресован, как я и ранее говорил, он меня поймет, что тот человек, который хейтил нас за такие решения в сторону универсальности сборок, сам же, зараза, когда на стриме прям прогрессиво хм фольгравна, со своим статиком на стриме, у этого дуры там за добрую сотни миллионов хп перевалит, я сейчас точно не вспомню. Вот, и он почему-то, когда он прогрессиво рассказывал тактики, все пояснял, они не шли на какой-то топовый скор, он почему-то, когда в игре уже был бассейн, на минуточку, предпочел надеть именно по фг, а не бассейн. Собственно, бассейн тогда уже являлся металом решения, то есть все, грубо говоря, вот, грубо говоря, сам это срет, и сам же одевает, но я считаю, это весьма непоследовательно, непоследовательно. Это и при том, что он был не в рандомной группе, это был его статик, то есть с оптимизацией там все в порядке. Ну, ясное дело, просто пока ты прогрессишь, эту дуру выбиваешь, вполне добротно и удобно для себя в опции, то есть по фг, ну, собственно, он зависимо от этого и выбрал, потому что хороший, удобный сет, стабильно работает, все заливает, спокойненько проходим, все хорошо, но и от этого же человека идет хейт в нашу сторону, дескать, а что мелочиться, давайте вообще там, старый сет рекомендуешь, да, давайте, елы-палы, мету 2016 года вернем, ну что, погнали в TFP сфорвить, у меня с этим сетом тоже веселые воспоминания, это мой самый первый сетап был, я тогда еще был казуальным игроком, я еще казуально, чтобы ни у кого не было иллюзий, я играл казуально с 2015 года по 2019, и в 2019 году вот Skinny Chicks активизировался, начал свою деятельность, и тогда я хоть примерно чуть-чуть начал разбираться, как вообще в этой игре про билдостроение, что-то делать, и вот всякие такие приколюхи, вот, и возможно, это, конечно, может оказаться шоком, но в некоторых ситуациях, когда статик прогрессит какую-то механику и учится, соответственно, и постоянно дохнет, и люди не совсем вдупляются в саму механику, тут даже не будет ошибкой, и я видел, что некоторые люди в Дискордах, которые делились своими какими-то впечатлениями, а, с тремя этого Алкаста как раз я делал, я видел, что они начинали что-то там прогрессить, новое, и у них на рейде Iceheart был на всех надет, просто чтобы они поменьше дохли, но потом впоследствии как уже понимали, как механика работает, доперли до всех механик, и, соответственно, попозже сняли, и это тоже не будет являться ошибкой, потому что в данный момент нужен был именно Iceheart, нужно было понять, как не дохнуть. Вот, мне, например, так как ХМ Триалов я не хожу, тут уместно 4 people контент приводить, например, на те же самые Трифекты, например, я выкидываю к чертям собачьим этот самый Басей, который я ношу 90% времени, и надеваю ПФГ плюс Iceheart, и с дамагом у меня все отлично, Iceheart мне обеспечивает великолепную выживаемость, ПФГ мне обеспечивает Состейн, соответственно, у меня есть карт-бланш на то, что я могу ошибиться, и как минимум я не сдохну и не запарю Трифекту, то есть ХМ спидрана не умирает. Сейчас вы, конечно, можете тапками в меня начать кидаться, я сейчас скажу очень крамольную вещь, но в 4 people контента дамага вообще много не надо, он зачастую даже вредит, так как форсит механики с призывом трэша у босса. Собственно, этот тезис я усвоил, когда энтузиастом Фрэнди Билда был до нерфа, и я видел наглядные примеры, где мой большой дамаг просто навсего мешал прохождению, так как босса либо заливаешь как киберкотлеты, типа Амбишн Плейса, собственно, подказка на его берсты и сейчас выйдет в правом верхнем углу, мы уже делали шорт, вот как раз таки там тоже они с Фрэнди Билдами заливали, либо не заливаешь босса вообще и делаешь механ, либо третий вариант, что у босса просто стадия, когда по нему не проходят дамаг, и тут тоже ясное дело никак вообще не залить, и часть твоего дамага просто уходит в молоко. На всякий случай я еще раз напомню, что инфа на этом канале направлена в данный момент именно на средних и казуальных игроков, то есть люди, которые прогрессят хэмми и вет ДЛС Триалов, а то и Трайд Трефекты, для них это не актуально, они движутся в сторону максимального возможного дамага из всех источников за счет правильно подобранной рейд композиции, а там каждый процент урона важен, тем более, если вы Скорпушер. Но таких ребят с заявкой на киберкатлетизм наши игры единицы, и мы адаптируем и рассказываем вам о билдах и сборках, которые будут работать всегда и в которых вам будет балдежно и комфортно играть. И важно, что любая риторика на канале, которую мы транслируем, она как раз-таки идет через призму игроков, у которых нет оптимизированного статика. И что самое важное, в избежание недопонимания, как в этом видосе про кольцо, где мы рассматривали, как Зосы кинули игроков на деньги, вот, то кольцо рассматривалось сугубо в контексте ПВЕ. ПВП для меня и для Раоа в том числе в этой игре не существует. Я в него не хожу, Рао в него тоже не ходит, мне оно неинтересно, Раоа она тоже до лампочки. И вот само ПВП для меня лично воспринимается как суррогат игр с адекватной соревновательной механикой, по типу как Дота 2, там CSGO, Апекс Ледженд, Слоу, ну и тому подобные соревновательные игры. Посему любые тезисы, которые вы слышите на этом канале, правильно воспринимать именно с таких позиций, что мы делаем билды и советы для средних игроков без статиков, где вас не будут пихать все мажорные и минорные бафы. И что для нас с Раоом ПВП в этой игре не существует. Соответственно, все решения разрабов мы прогоняем и критикуем, в частности и с кольцом, которое Окин Солу Ринга однопанельная, только через призму ПВЕ. А риторика, что детская, что ты там несешь, потому что это кольцо ломало баланс ПВП, игроки адекватные наоборот радовались, что его занерфили, так как там ДК-шки постоянно бессмертные гоняли под ультой с мажор героизма. Тут вообще хрен убьешь. Вот такая риторика вообще мимо нас, я хочу вам сказать. Потому что на ПВП в этой игре нам на самом деле глубоко просто насрать. Саму претензию я переначил на более цензурный лад на самом деле, который был озвучен. В оригинале там был переход на личности и оскорбление. Ну то есть все прелести человеческих пороков в одном предложении. Да. В этой игре вообще вот просто мне скажите, хоть кто-то вот интересно в ПВП свое время проводит, хоть кто-то в него играет. Вы там не маякните в комментариях, я не знаю, если вы существуете. Когда вам вообще никаких механик не заводит с выхода Варденфелла с их аренками. Что там вообще-то делают? На мой взгляд, ПВП-шники в PSO это как пользователи Линукса. Когда есть операционная система Windows, они там тоже где-то есть, там 5 человек на весь сервер, иногда там заходят, там что-то играют. Вы нам маякните в комментариях, сообщите о вашем присутствии. Ладно, на самом деле я троллю. Если вам нравится, ради бога играйте, я не против. Главную нашу позицию касаемо этого я озвучил. Соответственно, и предъявы по поводу того, что какой-то там мифик ломает баланс ПВП неуместен, потому что нам по большому счету насрать на этот аспект игры. Мы в него вообще никак не играем и никак в нем серьезно не задействованы. Передаю слово Раул. В общем, надеюсь, что мы довольно понятно и точно изложили вам позицию канала. И теперь, у кого возникали ранее какие-то сомнения по поводу каких-либо рекомендаций и наши компетенции по этим вопросам на этом канале, мы дали ясность касаемо всей нашей философии игры, чтобы в будущем вы правильно трактовали те или иные тезисы, которые вы увидите на этом канале и впредь не искажали сказанного. Спасибо большое за ваше внимание и просмотр. Если это видео было вам полезно, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик. Также напоминаю, что у меня есть свой дискорд сервер и телеграм-канал. Актуальные ссылки в шапке канала. Стримы по просьбам трудящихся мы пока переносим на ютуб. Дорогуша, и не забудь чекнуть мои ресурсы на предмет стрима. Возможно, я как раз стримлю и я буду рад видеть тебя в чатике. Люблю вас лапки и до скорых встреч. Покеда. Будьте здоровы. Карл, Блять. Подождите, все хорошо. Карл, карл, блять. Карл, он смеется! Мне смешно, подождите, хватит ржать. Карл, Клара украл кораллы, Клара украла. Кларнет, Клара строго корала Карла за кражу корала. Надо колокол перекол... О, Рэдбосс. Переколоколовать, да не перевыколоколовать. Надо колпак переколпаковать, да не перевыпак... Блин.